Салатов Александр Константинович — полный кавалер трёх орденов славы, что приравнивается к званию Героя Советского Союза. Имя Александра Салатова в селе Кулежниково Саянского района знают все от мала до велика. Уроженец партизанского района здесь провёл последние годы своей жизни. Об этом сейчас напоминает мемориальная доска на его доме. Историю его подвига в сельчане помнят чуть ли не наизусть, как ушёл на фронт в 1942-м и попал в пекло Сталинградской битвы. Там молодой солдат совершил свой первый подвиг. Декабрьской ночью сбил немецкий самолёт «Мейстер Шмидт» из противотанкового ружья. А в 1943-м уничтожил три огневые точки противников и убил не меньше сотни фашистов. Вот что пишут в приказе о его награждении орденом Красной Звезды. В боях за Сталинград показал себя смелым и мужественным младшим командиром. Действуя смело и решительно, товарищ Салатов сам выдвигал пулемёт на огневые позиции и вёл непрерывный огонь по засевшим фашистам в развалинах. Александр Салатов также стал кавалером трёх орденов славы. Фронтовик прошёл через всю Европу, освобождал от фашистских войск Румынию, Болгарию, Венгрию и Австрию. Победу встретил в Чехословакии, а после вернулся на родину и остался жить в Саянском районе. Местные жители до сих пор вспоминают фронтовика. Кроме воинского знания, этот человек наделён был очень-очень многими другими качествами, качествами настоящего мужчины. Он, я уже сказала, построил дом, разбил сад, помогал постоянно жителям, обращались к нему. Занимался ремонтом электротехники, занимался ремонтами часов, постоянно к нему обращались. Охотно делился своими сортами цветов, все завидовали, сад у него такой был. На всех фронтах в годы Великой Отечественной войны сражалось больше 450 тысяч жителей края. Каждый третий не вернулся. Именно их памяти мы и посвятили наш автопробег. Фронтовые истории своих дедов и прадедов нам присылают жители со всех уголков края. Города, где мы побываем, в местах, где они сражались и погибли, автопатриоты возложат цветы. Нам присылают на самом деле большое количество очень историй со всего края, жителей всего края. И такой момент интересный, что не только родственники фронтовиков, но и даже соседи какие-то, люди просто своих знакомых, через других своих одноцельчан. Отовсюду просто, со всего края. Все собранные истории мы не просто собираем для того, чтобы почтить память воинов-сибиряков, а на пути маршрута нашего автопробега в тех городах, где они сражались. Вы тоже можете поделиться фронтовыми историями своих дедов и прадедов с жителями всего края. Присылать свои рассказы и фотографии можно на нашу почту, она сейчас на экране, или на специальный сайт пробега-автопатриоты.рф. Подвиги воинов-сибиряков не должны быть забыты. Ольга Тишинина, Алексей Гусев и Александр Емошенко. Новости.